В автобусе. А ваш билет? Тот отвечает. А ваш? Контролер говорит. Я вообще-то кондуктор. А мужик отвечает. А я электрик. Теперь мне что, за свет не платить? Два алкаша заходят в виноводочный отдел. Один устанавливается и смотрит на кондяк стоимостью 1000 долларов. Другой выводит его из ступора. Идем, идем, это для небьющих. Священник у себя в саду чинит табуретку. За ним наблюдают малыши. Священник спрашивает. А что, тоже хотите научиться чинить табуретку? Малыши говорят. А нет, мы хотим узнать, что говорит священник, когда попадает себе по пальцу. По пьяни заправил мышеловку 1000 рублевой купюрой. Уже не сломанные два пальца. Мужик приходит с фенгалом к врачу. Врач спрашивает. Так, на что жалуетесь? Мужик говорит. На ноги, доктор. Жена со сковородкой догнала. Едет маршрутка. Друг у одной девушки начинает звонить в мобильник. Она начинает искать его в своей сумочке. Ищет, ищет, но не одна ходит. Выходит минут 20. Опять кто-то звонит. Опять не находит. И потом, после этого, она удаёт. Наверное, дома забыла. Первый турист-космонавт Денис Тито, вернувшись с орбиты, даёт интервью. У него спрашивает. Какие русские фразы вы успели выучить во время полёта? Он говорит. Спасибо, пожалуйста. И убрал пальцы нафиг. В детстве смеялся над басной Крылова про тракозу и муравья. Не понимал. Как можно не заметить, как прошло лето. Сейчас не смешно. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Субтитры сделал DimaTorzok